Скелетные мышцы прикрепляются к костям скелета и выполняют в организме множество функций. Передвижение тела и его отдельных частей, поддержание позы, дыхательные движения, жевание и глотание, артикуляция и мимика, защита внутренних органов. Всего в организме человека насчитывают до 600 мышц, которые могут составлять до 50% массы тела. Скелетные мышцы состоят из поперечно-полосатой мышечной ткани. Волокна мышечной ткани объединяются в пучки, покрытые оболочками, фасциями. Пучки образуют мышцу, также покрытую фасцией. При помощи сухожилия мышца крепится к кости. В теле человека выделяют несколько групп мышц. Среди мышц головы и шеи интересны мимические мышцы, одним своим концом прикрепляющиеся к коже лица. Мимика человека очень важна при общении, так как выражает внутреннее состояние. Мышцы спины поддерживают вертикальное положение туловища и осуществляют движения головы, шеи, лопаток, рук. Мышцы груди участвуют в движениях рук. Межреберные мышцы участвуют в дыхательных движениях. Мышцы живота необходимы для движений туловища, а также участвуют в дыхательных движениях. К мышцам живота также относится диафрагма, разделяющая грудную и брючную полости. Диафрагма участвует в дыхательных движениях. Мышцы конечностей и поясов конечностей необходимы для их движения. Большая часть скелетных мышц обеспечивает движение в суставах, поэтому различают мышцы-сгибатели, разгибатели, приводящие сустав, отводящие сустав, вращатели сустава. Мышцы, совместно участвующие в каком-либо движении в суставе, называются синергистами. Мышцы, осуществляющие противоположные движения в суставе, это мышцы-антагонисты, например, двуглавые и трехглавые мышцы плеча. Длительное бездействие мышц ведет к атрофии, то есть разрушению мышечных волокон. Работа мышц осуществляется рефлекторно под контролем головного мозга. Головной мозг обеспечивает согласованность работы мышц, движения, осуществляемые по воле человека, называют произвольными. Примером непроизвольного движения может быть отдергивание руки от горячего предмета. Регуляция работы мышц осуществляется как при участии нервной системы, так и гуморально. При длительной или высокой нагрузке в мышце развивается утомление, то есть временная потеря работоспособности. Скорость наступления утомления зависит от величины нагрузки, времени работы и ритмичности движений. При отдыхе работоспособность мышцы восстанавливается. Эффективным является активный отдых, когда нагрузка на разные группы мышц чередуется. Гладкие мышцы входят в состав стенок внутренних органов и сосудов. Они сокращаются с меньшей скоростью по сравнению со скелетными мышцами, поэтому на их сокращение тратится меньше энергии. Гладкие мышцы сокращаются только непроизвольно. Подведем итог. Скелетные мышцы выполняют множество важных для организма функций. Их работа находится под контролем нервной и эндокринной систем.